Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь. Ребят, посмотрела я видос «Мы достойны только лучшего». Купила себе дорогой крем, нахамили в магазине, обстригли вавана. Короче, ребят, повела она своего отпрыска в подстригальню. Что интересно, как сама свою шевелюру стрижет, так Вовку она с собой не берет. А за Вовкой прется. Видимо, боится, боится его отправлять в такой мужской коллектив. Ой, чтоб не спугнули мальчонку-то, чтоб не спугнули. Боится она одного мальчонку-то отправлять. Короче, что-то как-то быстро его подстригли, не особо она там снимала. И, значит, уже подходят рассчитываться, как всегда, Нинка любит что-нибудь полапать да поцапать. И попади ей под руку копилка-череп. И давай чушь нести, Нинка. Говорит, ой, у нас там монеты остались. Монеты остались и стая, и египетские монеты. Надо принести. Нин, ты вообще, что ли, одурела? Нафига им твои монеты? Копилка для прикола стоит, рубли туда бросай. Нафига им твои тайские монеты и египетские? Ребят, она и правда, что ли, ничего не соображает или прикидывается? Не понимает, для чего стоит эта копилка. Короче, трындец. Каждым разом всё глупее и глупее выглядит наша Нинка. Ой, ребят, беда бедой. Короче, получили оба халявный кофей, пошли натырили ещё сиропчика себе для сладости и аромата. Вот я не знаю, как их не снимает камера, да, что они постоянно там тырят сироп. Вот хоть раз бы за шкуру взяли, а обоих и носом натолкали в этот сироп, чтобы не брали то, что им не положено. А то прифигели уже совсем, слушайте. Прифигели с этим сиропом. Успешные люди, тырящие сироп в торговом центре. Успешные, успешные, блин, нищеброды позорные. Короче, дальше что, Нинка зацепила тему окрашивания волос и рассказывала, что ой, в прошлый раз ей так больно было, просто капец. В прошлый раз ей сожгли кожу. Она же рассказывала, что всё в корках было. Говорит, ну корки потом быстро сошли. Опять же, ребят, неужели в её кукухе не хватает совсем, что если корки, если болит, это самые настоящие ожоги. Ну ничего, вытерпела, корка слезла, благо волосы не отвалились, а то ходила бы лысая, успешная наша женщинка. Ребята, вы слышали, как Нинка ещё бубнела, что алкашка у них там кончилась, да? И уже не элитная, это так Вовке сказали, что не элитная. Короче, просто их уже там выучили наизусть, да, что пришли, чтобы дали кофей и алкашки ещё туда на халяву. Ужас, это просто ужас. Получила кофе, ещё и бубнит, что алкашка у них там закончилась. Нин, ты сама уже стала самой настоящей алкашкой, уже молчала бы, стыдобище. Дальше наша успешная собралась за кремом, да, дорогим кремом поэт. Две семьсот, говорит, две семьсот стоит, говорит, достойно лучшего. Нинка, твои прыщи как сидели на твоём лице, так они его и не покинут. Чем бы ты там не мазюкала? Хоть йодом, хоть кремом, без разницы. Рыло надо мыть почаще. Тогда и крем, глядишь, не понадобится. Да и бухать меньше, ну и, конечно же, жрать меньше. Тогда, глядишь, и за кремом уже в яблоко не попрёсся. Всё, ребят, теперь уже разговоров про этот крем будет неизвестно сколько. Она с этим Диором никак не успокоится. Попёрлась же после того, как вынесла весь мозг консультанту и прикупила себе крем. Пошла ж проверять, сколько стоит Диор. И такая счастливая была, что нет, и что она купила. Мне просто больше кажется, что она какое-то палево купила, и не настоящий Диор, поэтому всё тусуется около этих стендов с Диором. Ну или всё переживает, переплатила или не переплатила. Ребят, ну это просто цирк. Успешная наша успешная, а трясётся прям за каждую копейку. Аж сироп ворует в торговом центре. Вся успешность налицо, да, вся успешность. Ну всё, я говорю, теперь, ребят, уже будет разговоров про этот крем не на один видос. Ой, ужас, ребята, потом она рассказала, что ходили они там в магазин Samsung, да, и хотели узнать, сколько стоит там какой-то телефон новее, чем у неё. И, видимо, такие вонючие они были, что их приняли за нищебродов. Таких уже нищебродов. Ну, в принципе, они нищеброды-то и есть. Кто они такие? Что они успешные? Языком только Нинка успешно лялякает, да, по ушам. И то, успешность и в этом хромает её. Ну, и им ответили, да, что вы знаете, сколько будет стоить этот телефон. Нинка, конечно же, не ожидала, чтобы успешной вонючке так отвечали. Но неспроста же он так ответил. Правда, наверное, зашли, от них разило за три километра. Я вообще не знаю, когда этот консультант в яблоке рядом с ней стоял. Но, ребят, эти куртки, их, походу, никогда не стираются. Вы представляете, что они потеют в торговом центре, одетые ходят. Потом подсыхают, снова потеют. Фу, я просто не представляю. Фу. И, слушайте, хватило же ума об этом говорить, да. Выставила себя на посмешище. Но она, наверное, понтануться хотела, да. Что, якобы, у меня там такой телефон, я хочу еще круч там взять. Можно ли там сделать предзаказ на эту модель? Решила она понтануться больше перед зрителями. Ну и, как всегда, как всегда, опозорилась. Фу, Нина, фу. И идут, короче, они и возмущаются. Бубнят, что, видите ли, хамски им ответили, да. И приняли их за бомжатник. А это лишний раз подтверждает то, что надо мыться чаще. И не только мыться, но еще и стираться. А то мы с вами видели, как Нинка меняет трусы. И даже у нее одноразовые прокладки становятся многоразовыми. Обиделась наша Нино на Самсунг. Обиделась она на консультанта-продавца, да. Что у нее в пакете такой дорогой крем. И все-таки не выглядит она богато. Да, не выглядит богачкой. Обиделась, обиделась. А она же такая успешная. Такая успешная. Даже, наверное, набрызгала на себя Диор. И, походу, Диором она все и испортила. Ну и в конце она добавила, да. Напомнила, чтобы никто не забыл случайным образом, что крем она купила себе дорогой. И отказывать она не собирается себе ни в чем. И будет она красивой, да. Ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Но я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему. Потому что мы с вами все разные. И воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев. Жду вашего мнения. Прекрасного всем настроения. Позитивных эмоций. Мирного неба над головой. Любви, добра, понимания. И, конечно же, здоровья. Берегите себя. Берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока.